У меня начинаются слезы счастья, и скажу я вам, что... Ой, я сейчас думала, что плачет! Доброго всем времени суток! Я вас рада приветствовать на своем канале, рада, что вы разделяете свое время вместе со мной, и мы с вами давно уже как-то не вели резонансных болталок, поэтому мне сегодня захотелось устроить такое потоковое видео, потоковую болтологию, и, признаться честно, я не особенно готовилась, мне просто хочется, чтобы это было более искренно и более чувственно. Обнять вот так руками этот мир! Для сегодняшнего видео я выбрала тему благодарности. Мне очень хочется уделить внимание как благодарности вообще, так и практике благодарности, которая является одной из самых мощных практик для повышения уровня вибраций, уровня своей энергии, наполнения себя ресурсом для того, чтобы потом разделять этот ресурс с другими людьми, или сублимировать это все в какое-то творчество, в свою работу, в свою жизнь в целом. В одном из своих предыдущих видео я говорила о теме энергии, о шкале вибраций, о том, какая эмоция относится к каждой вибрации или к какой частоте. И благодарность — это очень мощная и довольно быстрая методика для того, чтобы сменить вектор своих эмоций, которые идут куда-то не туда и тянут вас вниз. Благодарность — это значит дарить миру что-то чистое, светлое, положительное, высоковибрационное через свое проявление. Благодарность вас может вывести из негативного состояния. Одна лишь искренняя практика благодарности, которая идет от своего сердца, способна изменить тотальный вектор вашего мышления, когда вы находитесь в какой-то критической точке, и кажется, что уже ничто не может исправить ситуацию, ничто не может вывести вас из какого-то эмоционального состояния негативного. Благодарность — это именно тот мост и рычажок, который может вам подарить проблески света, который может вас окутать какой-то любовью, теплом. Почему я считаю благодарность одной из самых простых, действенных и мощных практик для того, чтобы повысить уровень своих частот, уровень своих вибраций? Потому что нет ничего проще, чем просто поблагодарить, искренне поблагодарить кого-то, себя, найти причину для благодарности. Однако, когда мы себя чувствуем в очень угнетенном состоянии, а энергия тяжелая, она более такая мощная, мы порой не замечаем каких-то очевидных вещей, за что нам стоит поблагодарить эту реальность. Поэтому в нашей жизни стоит всегда развивать этот мускул благодарности. Это как тренировка изо дня в день, из раза в раз, постоянная практика благодарности. Единственное, что это должно быть исключительно от всего сердца, от души. Потому что многие люди воспринимают практику благодарности уже как рутинное состояние. Это не то. Рутина — это застой, а застой — это энергия тамоса. Энергия тамоса — это низкочастотные вибрации. И чтобы вернуть практику благодарности в более положительное, позитивное, прогрессирующее, динамичное чувство, нужно открывать свое сердце, нужно открывать свою душу и анахата-чакру. Потому что именно отсюда зарождается искренность, отсюда зарождается истинная вот такая любовь, безусловная любовь, благодарность, искренняя благодарность. Мы все понимаем то, что добраться из одной точки до какой-нибудь другой точки за один какой-то шаг невозможно. Но как только вы меняете свое мышление, вы уже изменяете траекторию движения своего пути именно вот к этой самой точке. Пожалуй, я рекомендую сделать это своей практикой. Сперва на постоянной основе, чтобы просто у вас появилась привычка. Привычка видеть хорошее, привычка видеть не только одну какую-то негативную сторону медали, негативную сторону ситуации, какого-то жизненного обстоятельства, но также замечать и более положительные стороны, потому что у каждого человека всегда есть выбор. В своей жизни я проживала очень много страшных вещей, и поверьте мне, мне было непросто перенаправить вектор своего сознания с тотальной катастрофы, с того, что меня привело бы, я не знаю уже куда, в другое русло, в совершенно противоположное. Поэтому здесь требуется дисциплина, требуется именно практика благодарности. Заведите себе ежедневник, заведите себе дни в календаре, вычеркивайте их, ставьте галочки, крестики, закрашивайте кружочки, отследите свою практику, сделайте это постоянством своим. Когда просто вы начнете практиковать практику благодарности, ну, например, каждое утро за чашкой чая или за завтраком, то в дальнейшем уже у вас будет развиваться этот самый мускул благодарности, и вы сможете уже не так остро и резко реагировать на какие-то жизненные ситуации, какие-то обстоятельства, которые ранее вас сразу же опускали на низкие вибрации. Разумеется, когда вы не хотите выполнять эту практику благодарности именно искренне, от всего сердца, то не нужно себя насиловать. Насилие — это не благодарность. Благодарность — это исключительно положительная какая-то эмоция, это исключительно такое чистое чувство. Но все-таки, если вы понимаете, что именно сейчас вам нужно резко перенаправить вектор своего внимания, то вам необходимо включить свою душу, необходимо включить свою искренность. И для этого очень хорошо помогает дыхательная практика. Вы просто закрываете глаза и начинаете дышать ртом. Когда вы вдыхаете ртом, у вас открывается грудная клетка. Как раз грудная клетка — это зона, где головенствует анахата чакра. И когда вы открываете свою грудную клетку, когда вы наполняете ее вот этим вот пространством, воздухом, ощущением, вот такой вот обширным чувством, вы раскрываетесь. вы начинаете более открыто себя чувствовать, начинаете впускать что-то в свою жизнь. Поэтому дышите ртом как можно глубже, раскрывайте свои плечи. Можно также, не знаю, обнять вот так руками этот мир, если вы один. Потому что, если вы не один, то, возможно, подумают, что вы какой-нибудь не совсем адекватный человек. Но, впрочем, это не важно. Также для раскрытия анахата чакры очень помогает жест намасте, который соединяет дуальности, который помогает объединить материальное и нематериальное, черное и белое, плохое, хорошее, соединить полярности, плюс и минус. И также для того, чтобы открыть анахата чакру, очень помогают некоторые асаны из йоги. Честно говоря, я такой йога-практик, который название асан не очень хорошо знает, но знает, как они выглядят. И поэтому я просто порекомендовала бы вам погуглить какие-нибудь асаны в йоге, которые открывают ваш сердечный центр. Когда сердечный центр открывается, он наполняется энергией, и эта энергия начинает идти выше, идти вверх, заполнять вас, ваше сердце. И когда энергии становится очень много, вам хочется разделять. Ваша чаша заполняется, и вам хочется давать лишнее. И это лишнее, оно дает вам больше, чем вы отдаете. Эта лишняя, избыточная энергия, она привлекает нужных вам людей. Вы можете устраивать какой-нибудь взаимный обмен этой энергией. Я всегда рекомендую тем, кто занимается медитацией, или только-только встает на путь какого-то духовного развития, или понимает, что в жизни происходит что-то не то, что человек никуда не движется, что человек зашел в тупик. Я рекомендую именно открывать практику благодарности для себя. Сначала это будет очень странное чувство. Вы можете прописывать свою благодарность, вы можете проговаривать свою благодарность. однако проговаривая свою благодарность это более мощная практика, потому что активируется наш транслятор, скажем так, наш голос, наша вишудха-чакра, которая влияет на этот мир, потому что голос это очень мощная вибрация, которую мы приносим в этот мир для того, чтобы здесь что-то поменять. Голосу мы можем воздействовать на окружение, на наше проявление, на наши потребности, поэтому посылать благодарности этому миру через голос это куда мощнее, чем выписывать, например, на бумагу. Скажу по секрету многотысячной своей аудитории, что сперва, если вы новичок в этой практике проговаривания, вам будет очень некомфортно, потому что все закрыто, потому что вы всегда были, например, в своей скорлупке и не можете открыться даже самому себе. И когда вы начинаете вытаскивать из себя очень тяжело, вытаскиваете из себя эти слова благодарности, сперва это может быть несколько слов, это может быть какое-нибудь минутное заявление, но потом, со временем, вас уже не остановить. Вы начинаете благодарить за такие мелочи, о которых вы даже не задумывались. Вы начинаете проговаривать благодарность за то, что вы можете чувствовать что-то кончиками своих пальцев, что у вас есть волосы, например, что вы можете что-то осознавать, у вас есть обычные органы восприятия, органы чувств, вы можете ходить, и вы понимаете, насколько вы благодарны этой вселенной за то, что у вас уже есть. А когда ты благодарен за то, что у тебя уже есть, то ты не становишься в позицию жертвы, ты не становишься в позицию нуждающегося. Когда ты благодарен за то, что у тебя уже есть, вселенная может дать тебе еще больше, потому что ты излучаешь только добро, ты излучаешь только избыточную свою энергию. Порой, когда у меня в жизни случаются какие-то депрессники, какие-то падения, я отношусь к этому как к обычной палитре в жизни. Я люблю эти падения, я люблю эти состояния, но я никак не отношусь к ним как к какому-то застою совсем или к яме, из которой мне не выбраться. Нет, я просто знаю, что я поставила на паузу немножечко свою, например, жизнь, чтобы куда-то отойти и выпить чашечку кофе, может быть. И в эти моменты, когда я чувствую, что я поставила жизнь на паузу для того, чтобы выпить свою чашечку кофе или чая, я выполняю практику благодарности. Раньше это было постоянно, 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 на постоянной основе, чтобы я тренировала свой мускул благодарности. Но теперь это происходит уже подсознательно. Я благодарна за все, мне даже не нужно делать определенную практику. Вот определенную практику я делаю ее только осознанно. Осознанно на минут, наверное, 5-10. И у меня могут идти слезы, я могу стать настолько счастливым человеком в искренней практике благодарности, что у меня начинаются слезы счастья. И скажу я вам, что «Ой, я сейчас дома заплачу!» Вот. Таким образом, мой бокал начинается очень переполняться эмоциями, которые мне не терпится разделять, которые мне не терпится куда-то вкладывать. Я беру эту энергию и вкладываю ее куда-нибудь в свое творчество, вкладываю ее в какую-нибудь деятельность. И я безумно благодарна за эту возможность это делать. И я благодарна за то, что есть люди, которым я как-то могу помочь, с которыми я могу поделиться тем, что у меня в избытке есть. И, пожалуй, наверное, на сегодня это все. Это очень потоковое видео, очень спонтанное, но оно, пожалуй, искреннее. И я желаю вам только осознанности, осознанного выбора своего мышления для того, чтобы исцелить эту планету, для того, чтобы исцелить общество, для того, чтобы общество проснулось и понимало то, что в мире не все так плохо, то, что ты проснулся и, пожалуй, то, что ты сделал свой вдох, это уже, наверное, повод для того, чтобы что-то поблагодарить. Потому что есть люди, которые и вовсе не могут дышать, а есть люди, которые и вовсе сегодня не проснулись. Поэтому я желаю вам лучей добра, осознанности и благодарю за то, что вы разделили свое какое-то время суток. До следующих болталок. Они будут очень интересные. Пока-пока. Это дар. И если у вас есть возможность говорить благодарю вместо спасибо, то старайтесь говорить благодарю по большей своей части. Продолжение следует.